Сейчас все в таком брошенном состоянии у нас. Ксения Смирнова владеет одним из Березняковских салонов красоты уже 7 лет. Бизнес был налажен как часы, но вот уже более месяца, как стрелки этих часов остановились. Виной всему введенный в прикамер режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, согласно которому многие сферы бизнеса, в том числе и оказания бытовых услуг, оказались под запретом. Клиентов не стало, но финансовые обязательства коммерсантов никто не отменял. Отопление никто не отменял, коммунальные платежи тоже никто не отменял. И у нас также обязательства перед сотрудниками, мы тоже их не можем бросить сейчас в этой ситуации, оставить их без денег, но нам платить нечем. То есть на данный момент парикмахерская закрыта. Чтобы не потерять доходы, многие парикмахеры стали оказывать свои услуги на дому. Однако в период эпидемии COVID-19 такой подпольный бизнес не только не разрешен, но и небезопасен. В жилых помещениях работать бытовым услугам, оказывать бытовые услуги нельзя. Дома и, грубо говоря, в нежилых помещениях другая пыль. Другая грязь, другая пыль. То есть дома эту процедуру делать нельзя. На днях владельцев салонов красоты и парикмахерских ожидают спасительного решения краевых властей о возобновлении работы их заведений. На недавнем заседании оперативного штаба Пермского края глава региона Дмитрий Махонин заявил, что если не будет новых вспышек заболевания, коронавирусной инфекции и ситуация останется стабильной, салоны смогут начать свою работу не позднее 11 мая. Ослаблять режим самоизоляции рано. Ежедневный прирост инфицированных составляет на уровне 6-7%. При этом после консультации с эпидемиологами мы понимаем, при каких условиях работа такого бизнеса допустима. К салонам красоты и парикмахерским будет разрешено работать при условии неукоснительного исполнения всех требований безопасности. Все работники данных организации должны дезинфицировать инструменты и приборы после каждого клиента. Обслуживание должно вестись исключительно по записи с интервалом не менее 20 минут. Каждый клиент должен обслуживаться в отдельном помещении. В салоне должна быть обеспечена обработка рук посетителей антисептиком. Сотрудники должны работать посменно и в средствах индивидуальной защиты. Мы готовы обвеситься бактерицидными лампами, в которых можно работать при присутствии людей. Мы готовы обрабатывать, надо будет каждый час обрабатывать помещение. Это будет безопаснее, чем за продуктами сходить. Буквально со дня на день решение о дате возобновления работы парикмахерских должно быть принято краевыми властями. Но регламент их работы обещают жестко контролировать. В случае обнаружения нарушений или несоответствия санитарным нормам, будет принято решение о немедленном закрытии учреждения. Евгения Акшарова, Андрей Фадеев, Степан Некрасов. Новости Верхниками.